Давай под запись рассказывай, как мы там жили. Я пока не вижу, как мы жили, я только вижу, что мы поссорились очень сильно. Сейчас перестанется чуть-чуть. По-моему, не взрослые. Да, лет 15 тоже, без меня. Чуть-чуть только вот. Да, по-моему, не взрослые совсем. Мы почему-то поругались очень сильно. И я убежала от тебя. Ну, как дети. Нет, на этот раз все было не так. Удивительно. Удивительно, на этот раз ты первый вляпался, когда пошел искать, куда я убежала. Опять из-за тебя. Нет, не из-за меня. Я же тебя стрелочкой не рисовала, что я туда побежала. Я вообще просто убежала. Ты пошел меня искать, потому что ты знал, что в ту сторону ходить нельзя. А я как вроде туда убежала специально, чтобы ты обо мне переживал. Да. Я знала, что ты пойдешь искать, чтобы ты переживала, а потом тебя не было. Сколько-то дней, наверное, два или три дня. И потом я пошла тебя искать, наверное, раньше. До вечера следующего дня ты не пришел, и я пошла тебя искать. Мы жили ты-то вместе. Или рядом. Ну, во всяком случае, как рядом. Я вижу, что подростки, не вижу там какого-то такого взрослой жизни, не вижу. Там тоже такое все, как в деревне общины. Да, да, общины какие-то, как не шалаши, но что-то такое. Не было там таких строительных каких-то площадок, домов больших. Я помню, что я принесла тебе фрукты, я нашла тебя раньше, и там не было этих пауков. Я хотела тебя освободить. Ты сказал, что на это нет смысла уже, что освободить невозможно, потому что все равно ты умрешь уже. Я хотела тебя вытащить, и только руки к этому прилипали. Тогда я побежала, нашла каких-то ягод там были, чтобы ты чего-нибудь попила. А ты сказал, что ничего ты кушать не будешь, потому что нельзя кушать. И сидела и плакала, чтобы ты хоть что-нибудь покушал. Не знаю, зачем мне нужно было, чтобы ты кушал тогда. Но потом... А потом просто меня схватили. Эти фрукты, они такие на виноград чем-то похожи. Грозли такие большие. Да, грозли такие большие, как ягоды. Вот грозли мы росли. И потом и меня схватили. И ты сказал, что у тебя есть план. Мы не будем ничего вообще кушать, и тогда мы умрем быстро. И пить ничего не нужно. Но ты уже день или два там провисел, и поэтому ты сказал, что скорее всего ты умрешь раньше, а мне нужно быть храброй. Как вы сломали в течение времени там? Потому что мы же вырвались, и наши души вышли из рамы. Там нужно было, знаешь, как там весь процесс был на том завязан, что человек умирал медленно, и он изменял свою энергетику. Сдавался. Да, сдавался. И просто приходилось или мясо это кушать, или что-то. Ну вот, знаешь, как, а если ничего не есть и ничего не пить абсолютно. Там жидкость какую-то ставили пить, как, я не знаю, как половина какого-то. Вот как кокос какой-то, и туда просто вот наливали. Но жидкость тоже такая вонючая. Да, вонючая, противная была. И если не хочешь кушать, то можно было хоть попить. А ты говорил, что ничего не надо. Вначале мы говорили, нам ничего не делали за это, что мы говорили. Они как не слышали или, может, не воспринимали человеческий разговор. А потом сильно губы потрескались, язык распух от жажды и от того, что уже плохо сильно было. И говорить уже невозможно было, потому что губы кровили очень сильно. И голова болела, глаза полностью плохо уже видели. Не знаю, почему было плохо, потому что давление не рассчитано. Да, наверное. Глаза плохо видели и говорить было. Это было плохо, когда уже говорить было невозможно. И потом какое-то время, но ты ныря успокаивал, и, наверное, одновременно умерли. В этом случае я не помню. Ты чуть-чуть была, да? Я поменьше была, и, наверное, поэтому мы одновременно умерли. Ну, хорошо. Из меня как всё вырывалось, и я сам себе сделал кокон внутри, я чувствовал. И его из меня вырывали, а я держал. Кокон в кокон. Антикокон. Как мне сейчас нет? Тошнит. Да. Ладно, перебежи. А ты на меня, ну, послушай, ну, послушай, успокаивал и уговаривал. Тебе надо было убежать. А, хотя толку. А, в смысле? Да. Я как-то понял, куда мы попали, да. Сразу помню. Когда из меня начала вытягивать, кокон, там совершенно другая энергетика. Да. И она начала сдёргивать слои. И дошло до другого слоя, вот до моего настоящего. Я как понял, что я... Да, ты что-то рассказывал про другое, и всё, и помню. Вот когда ты уже не мог говорить, когда уже всё полностью, язык распух был, и губы, вот тогда уже плохо совсем стало. Потому что до этого мы говорили. Они вообще, наверное, не слышали, что мы говорили. Общение типа телепатическое. Они не мешали нам говорить. Ничего нам за это не было, что мы говорили. И, соответственно, мы говорили. Ну, это не было. Но мы говорили. И, соответственно, что мы говорили. я кислота у нервной системы не умирал она жила наоборот даже спать какое-то время да какое-то время присутствовать то что человек не спал вообще в каком-то таком состоянии трансом да она просто тяжело было через то что голова вниз и мы не пили ничего если бы пили может быть хотя бы дольше это было бы ужасно это было бы хуже да да а мы ничего не не пили недели больше добротики используются и мясо и крови используются и тела и про кокон до всем вселенные как все вселенные которые они захватывали все были в коконах они играть как он то что меняет течение энергетики то что полностью все меняется масоны как сдвинут по времени полу периодика подшлить мир он и есть наша среда его нет опять же одна что они наподнят и другая он не одет и не раздет когда посвящение вот это его вводят в это состояние другого времени и другого пространства подвешенности и видит и не видит открывает и сразу яркий свет кодирует умирает а потом типа воскресает другом мире переход да и тела не чувствуешь ни костей не тела не воли не давление на тело ничего не чувствуешь как растворяешься медленно сколько минут а медленно варенье они клевали туда с промежности проникал как будто не органы все выпивали то что там называлась человеком немножко другая фигурка чуть-чуть сейчас от меня воротит а воротит и и